Вердикт Зарга Общественного Суда Калмыкии по рассмотрению результатов деятельности гражданина Ильюмжинова Кирсана Николаевича на посту президента Республики Калмыкия и главы Республики Калмыкия в период 1993-2010 годы. Выслушав общественных обвинителей, свидетелей по затрагиваемому вопросу, ознакомившись со всеми представленными материалами по рассмотрению результатов деятельности гражданина Ильюмжинова Кирсана Николаевича на посту президента Республики Калмыкия и главы Республики Калмыкия за период 1993-2010 годы, Зарга Общественный Суд Калмыкии выносит следующий вердикт. Гражданин Ильюмжинов Кирсан Николаевич, работая на посту президента Республики Калмыкия и главы Республики Калмыкия в период 1993-2010 годы, нанес огромный непоправимый вред экономике Республики Калмыкия, огромный неизмеримый моральный урон айрат калмыцкому народу и всем жителям Республики Калмыкия. В результате безответственной и неэффективной работы гражданина Ильюмжинова Кирсана Николаевича на посту президента Республики Калмыкия и главы Республики Калмыкия за означенный период были совершены преступные деяния и получены следующие итоги и результаты. Первое. До основания разрушен главный сектор Оградной Республики, сельское хозяйство, а также местная промышленность, многие иные отрасли экономики и сферы жизнедеятельности Республики Калмыкия. Второе. За пределы нашей Республики в поисках работы и лучшей доли были вынуждены уехать десятки тысяч наших сограждан, жителей трудоспособного возраста. Третье. В Калмыкии были попраны основные права человека, выдавлены, задавлены или убиты политические оппоненты и представители бизнес-сообщества. Четвертое. Была низведена до нуля кадровая политика. Пятое. Расцвели махровым цветом волюнтаризм, кумовство, блат, взяточничество, коррупция. Шестое. Стали нормой фальсификации на выборах всех уровней. Седьмое. Стилем руководства Калмыкии стали безответственность, легковесность, пустозвонство, обман и мошенничество. Восьмое. Вся работа руководства Калмыкии носила бессистемный характер. Не были выработаны стратегии и план развития Республики Калмыкия. Принятые программы, в том числе и программа поддержки калмыцкого языка, не выполнялись в полном объеме или же не выполнялись вообще. Девятое. Никаких отчетов о проделанной работе. За все годы работы на посту президента Республики Калмыкия и главы Республики Калмыкия в период 1993-2010 годы гражданин Ильемжинов Кирсан Николаевич ни разу не представил на суд общественности. Десятое. Гражданин Ильемжинов Кирсан Николаевич не покаялся перед своим народом за все свои ошибки и преступные деяния, совершенные им во время работы на посту президента Республики Калмыкия и главы Республики Калмыкия в период 1993-2010 годы. Более того, он публично, в том числе и в СМИ, до сих пор дает заведомо неверную информацию по данному вопросу, то есть о результатах своей деятельности, и продолжает вводить в заблуждение широкую общественность. Вместе с тем следует отметить, что гражданин Ильемжинов Кирсан Николаевич, будучи президентом и главой Республики Калмыкия, активно содействовал строительству буддистских хурулов и православных храмов, городку Шахмат-Сити-Чес, реализации некоторых федеральных программ, связанных с социальной сферой, некоторого подъема национальной культуры и частично самосознания калмыцкого народа. Исходя из вышеизложенного ЗАРГ, Общественный суд Калмыкии постановляет 1. Считать вину гражданина Ильемжинова Кирсана Николаевича перед айрат калмыцким народом и всеми жителями Республики Калмыкия перед буквой и духом российского закона, безусловно доказанной и документально подтвержденной. 2. Гражданин Ильемжинова Кирсан Николаевич должен понести заслуженное наказание за все свои преступные деяния на посту президента Республики Калмыкия и главы Республики Калмыкия в период 1993-2010 годы. 3. Преступные деяния гражданина Ильемжинова Кирсана Николаевича перед айрат калмыцким народом и всеми жителями Республики Калмыкия перед буквой и духом российского закона, допущенные им во время работы на посту президента Республики Калмыкия и главы Республики Калмыкия в период 1993-2010 годы, не имеют срока давности. 4. Гражданин Ильемжинова Кирсан Николаевич обязан принести извинения и покаяться перед родным народом и всеми жителями Республики Калмыкия за все свои непоправимые ошибки и преступные деяния, допущенные им на посту президента Республики Калмыкия и главы Республики Калмыкия в период 1993-2010 годы. 5. Гражданин Ильемжинов Кирсан Николаевич обязан по первому же вызову добровольно явиться в органы следствия и дать полную информацию по результатам своей работы на посту президента Республики Калмыкия и главы Республики Калмыкия за период 1993-2010 годы. 6. Заружный общественный суд Калмыкии должен продолжить работу по дальнейшему сбору всех материалов и сведений, касающихся результатов деятельности гражданина Ильемжинова Кирсана Николаевича на посту президента Республики Калмыкия и главы Республики Калмыкия за период 1993-2010 годы. 7. Все собранные материалы, и связаны в процессе процентуры если придître по международному Gilons sur la деле на посту президента Республики Калмыкия и либо Республики Калмыкия в период 1993-2010 годы передать органам российского правосудия в суды международной юрисдикции. 8. Все собранные материалы и сведения касающиеся результатов деятельности гражданина и легенд introduces Рей intuit cow SE ada у кого Республики Калмыкия за период 1993-2010 годы придать широкой огласке. Девятое. Все собранные материалы и сведения, касающиеся результатов деятельности гражданина Илюмжинова Кирсана Николаевича на посту президента Республики Калмыкия и главы Республики Калмыкия за период 1993-2010 годы будут навечно переданы для ознакомления с ними всех последующих поколений айрат калмыцкого народа. Десятое. Обратиться в органы власти с требованием о лишении Илюмжинова Кирсана Николаевича всех государственных наград и почетных званий. Одиннадцатое. Признать Илюмжинова Кирсана Николаевича недостойным быть представителем айрат калмыцкого народа. Одиннадцатое. Считать нахождение Илюмжинова Кирсана Николаевича на территории Республики Калмыкия нежелательным, то есть объявить его персоной нон-грата пожизненно. Обязать Илюмжинова Кирсана Николаевича пожизненно выплачивать компенсации в бюджет Республики Калмыкия за причиненный им ущерб Республики Калмыкия и ее народу. Хальмыг едет по Лхамбеше. Вердикт окончательный. Обжалованию не подлежит. Республика Калмыкия. Город Элиста. 14 ноября 2021 года. Вот такой вердикт был вынесен ЗАРГ, Общественным судом Калмыкии. Вот теперь давайте перейдем к некоторым вопросам, которые были заданы в ходе заседания ЗАРГ. Это было в прямом эфире. И на те вопросы, которые были адресованы членам ЗАРГ и Конгрессу айрат калмыцкого народа. Итак, вот первый вопрос звучит таким образом. Почему суд ЗАРГ состоялся именно сейчас? На этот вопрос я хотел бы ответить таким образом. Всему свое время. Да, действительно, мы несколько запоздали с судом над Элимзином Кирсаном Николаевичем. Но там еще звучит так, что он давно покинул свой пост. Там прошло 10 или сколько-то лет там больше. Да, действительно, он покинул свой пост тогда. Но те проблемы, которые были порождены во время его руководства, бездарного руководства нашей республикой, к сожалению, все эти проблемы, они остались. И не только остались, они еще и усугубились. И сейчас нынешнее катастрофическое положение нашей республики и нищенское существование нашего народа, жителей нашей республики, это как раз-таки последствия той бездарной политики, того руководства, которые были на протяжении длительного периода времени, больше 17 лет, заложенные именно при руководстве Элимзинова. Это действительно была системная такая работа, которая, к сожалению, будет, наверное, приносить свои отрицательные плоды еще много лет. Но наша задача ликвидировать, несмотря ни на что, ликвидировать вот эти последствия, уйти от этого негатива, избавиться от них и двигаться дальше, развиваться. Именно поэтому нам все надо начинать сейчас с аналитики того, что случилось с нами. Я считаю, что это не только вина и беда вот этого одного человека, руководителя нашей республики того времени, Элимзинова Кирсана Николаевича. К сожалению, это и наша общая беда. Мы все оказались вот в этой лодке, которая пошла на дно. И поэтому сейчас мы должны набраться смелости, духа, ума, чтобы проанализировать и чтобы сделать работу над ошибками и двигаться дальше. Не случайно это появилось именно вот ЗАРГ как орган. Появился именно сейчас, потому что 29 мая этого года, как вы знаете, состоялся съезд Айрат Калмыцкого народа, на котором был изгран конгресс наш Айрат Калмыцкого народа, который и создал ЗАРГ как общественный суд Калмыкии. И в пунктах, значит, в решениях, вернее, съезда Айрат Калмыцкого народа от 29 мая 2021 года одним из первых пунктов было как раз-таки пункт о том, чтобы подать, значит, на суд, в суд, вернее, на гражданина Элимзинова Кирсана Николаевича за все его вот эти дела. Поэтому, выполняя волю, значит, съезда, был и организован ЗАРГ. Мы даже дальше пошли, чем решение съезда, потому что съезд рекомендовал обратиться в органы правосудия. Но понимая всю систему сегодня, которая у нас сложилась в республике, судебная система и в стране, мы пошли еще дальше и возродили ЗАРГ. Это наш институт, национальный институт, который был в нашем калмыцком ханстве. И ничего нового мы не придумали, мы просто возродили старое. Это и дань великим предкам, которые имели свой такой общественный институт, как ЗАРГ, решали там все свои вопросы. И эти люди, которые сделали все, которые сделали многое для того, чтобы жила наша страна, не только республика, а вся Россия, внесли наши героические предки великий вклад в защиту России, в само существование России. Это как раз-таки говорит о том, что наши предки тогда имели и силу, и мужество, и ум, чтобы этот ЗАРГ, общественный суд, существовал. И сейчас мы даем им как бы дань памяти. И в то же время это посыл, я думаю, так даже не посыл, а это помощь наших предков нам. Они показывают нам, как надо правильно выходить из положения. То есть создав ЗАРГ, мы делаем большое дело, анализируем, прежде всего, работу и руководителей, и жизнь нашего народа. Вот я хотел бы таким образом ответить на первый вопрос. Кто-то если добавит, пожалуйста. Ну, тут добавить, конечно, очень сложно, потому что Арсам Баймач уже полностью практически начал отдать ответ. Ну, немножко добавлю, конечно. Значит, почему сейчас, я думаю, всегда вопросы такие будут возникать. Значит, одни скажут, рановато, да, другие скажут, поздновато, да. Только третьи могут сказать то, что именно сегодня произошло, эта ситуация такая именно прошла, произошла в ЗАРГ, именно по обвинению Людзимы. Я думаю, это правильно, почему? Потому что это целая сложившая система, как вот уже Арсам Баймач сказал, надо как бы целомать. Почему? Потому что даже Орлов, Лимжер, когда ушел, скажем, уже 11 лет прошло, да, я думаю, люди как думали? Это же все же, как мы смотрим, как люди начинают продолжать. В районе Калмыкии, у нас республики, эта тенденция все идет к ухудшению, все, люди хуже и хуже живут у нас в республике. Поэтому тоже его преемник, Орлов, да, Алексей Маратов, да, ничего не достиг, наоборот, хуже там еще упугубил эту ситуацию. Сейчас пришел новый, да, представитель, да, Хасикова, да, опять же ситуация, да, не меняется, и все усложняется, да. Дело в том, что, потому что, вот видя все это дело, именно съезд, вот это, прошедший 29 мая этого года, именно одним из первых он сказал, что надо судить эту ситуацию и этих людей, этих руководителей. Поэтому у нас, как говорится, еще это, Лимжер, это только первый суд. Я думаю, дальше мы будем проводить суд и на деятельность Орлова. Там есть Иштыгашу, который оболгал весь калмыцкий народ, всех наших предков, которые воевали в Великой Отечественной войну, всех делали предателями. Поэтому и над ним суд произойдет. Ну, а там посмотрим, как будет Хасикова себя вести, что сможет ли он что-то предпринять, чтобы улучшить ситуацию калмыцкой. Пока я не вижу. Вот за 3, вот в марте 2022 года будет 3 года. Я думаю, я не вижу какой-то улучшения ситуации. Но там поглядим. Может быть, все-таки вектор повернет свое для развития калмыки. Так что мы суд только начали. Так что будем дальше работать. Мячеслав Андреевич, может добавить что-то еще? Ну, если промышленность исходящего, можно как-то восстановить через 10, через 20, через 30 лет, может быть, придет умел руководитель, если эти деньги делом займутся, он восстановит. Ну, и нужно, конечно, желание народа. Общие усилия нам нужны. А вот то, что произошло в сентябре 2004 года, это уже невозможно никак исправить. Это было преступление, которое должно иметь срока давности. А организатор этого преступления, Тирсан Илюмжин, он должен в первую очередь понести заслуженное наказание за это. А конкретно что за преступление? Ну, избиение и убийство Батр Бембеева, например. Потом привлечение ОМОНа из соседних регионов. Ну, митинг, да? И избиение Калмыцкого ОМОНа, своих граждан. Это уже предательство и преступление вдвох. Поэтому там, там же ведь как было-то. Например, этот подполковник Эрдниев, Ван Цаевич, который забыл имя, он же избивал женщин. Он бил, напоил живот этого Валентину Борисовну, например. Она работала бухгалтером КМК-64. Там еще каких-то женщин. Там за волосы таскали. Вот это на Кеннега. Надежда Константиновна Улимжанова там тоже за ноги. Вот она давала им воспоминания. Они есть. И пытались сунуть в этот люк канализационный. Их избивали. А у него ведь на руке была повязка с крестом медицинским. Как и у Бамбышева. И их избили, когда они пытались там оказывать первую медицинскую помощь. Ну, обидно же, что люди. Это медработники. Также нельзя забывать преступление нашего руководителя районной больницы. Республиканской больницы. Которые выписали этих двоих. Они вынуждены были лечиться в Волгограде. Месяц там. Двоих, которых избили на митинге. На митинге. И речь идет о митинге сентября 2004 года. Речь идет об докторах. Я говорю, чтобы люди поняли. Бамбышева и Ильинжанова. Ильинжанова саму делали трепанацию, что ли. Что-то такое. Там у него гематома где-то в головном мозге. Вот. Я просто хочу, чтобы... Басара Бимбеева нашли в этом... Где-то на первом микрорайоне. Он избитый. А диагноз был, опять же, коллег. Бамбышева и Ильинжанова. Что он умирал. Инфаркция, что ли. Сердце. Вот. Вот этих тоже надо привлечь к суду. Потом же это самих судьи, которые давали срока по степени, если заметно на лице, там, избиение, слишком заметно. То им давали большой слог. То есть участник митинга. Да. Участник митинга. Потом и оказание помощи медицинам, которые обратируют, почему сейчас. Нет, нет, уже мы перешли. Да. Поэтому вот это преступление, оно не должно иметь срока давности. И уже, ну, как глава в тот момент республики, он свечить должен. Там все слышно? Ну, дом поясняет доказать, что ты не заслышал. Ну, хорошо, понятно, что речь шла, я так понял, и чтобы люди знали, которые нас слышат. Я еще раз повторю, что Вячеслав Надвидович сказал о том случае, известном, трагическом, когда в сентябре 2004 года в Лесе состоялся мирный митинг, который был разогнан по прямому указанию Лемжинова, по письменному даже указанию Лемжинова. И Казачко, в то время представитель, по-моему, правительства, значит, были стянуты силы из других регионов ОМОН. В общем, они коллективно, значит, совершили преступление. Но вина, конечно, лежит на руководстве республики. Второй вопрос такого характера тоже звучит. Почему не было защитников на заседании ЗАРГ? Ну, что здесь можно сказать? Во-первых, в открытом пространстве, в интернете и в других каких-то, значит, СМИ были, я имею в виду, вот эти каналы, все эти, интернет-каналы. В открытом доступе, в общем, информация была о том, что у нас будет ЗАРГ, открыто заседание общественного суда Калмыкии. И тема была озвучена, что будут именно рассматриваться результаты деятельности Кирсана Николаевича Лемжинова за значный период руководства его республикой. И каждый из тех людей, который считал, что он является защитником или может выступить защитником, они имели возможность прийти сюда на заседание ЗАРГ или же прислать какие-то свои, скажем, тезисы или ответы. И все это было обозвучено, конечно же. И даже более того, насколько мне известно, во время эфира, значит, те, которые писали какие-то комментарии в поддержку Лемжинова, кстати, их было не сказать много, но они не набрались духом и не пришли сюда открытую, хотя их приглашали, чтобы они здесь принародно высказали свою поддержку. Видимо, боятся, видимо, не уверены в себе. И еще здесь момент такой, что защитники, конечно, они нужны, но, к сожалению, в истории нашего народа были такие случаи, когда нарушали закон, государство, кстати, нарушало закон 28 декабря 1943 года. И вот тогда почему-то никто не думал, что нашему народу нужны защитники, что нарушаются наши конституционные права. И почему те люди, которые сейчас озабочены тем, что нужны защитники Лемжинова, почему они тогда не ставят вопрос о том, что нужны защитники, прежде всего, для защиты народа, не кого-то одного, даже самого большого или великого представителя народа, а нужны, прежде всего, защитники самого народа. И вот Зарага, в моем понимании, он сейчас в этом случае выступает как защитник нашего ограбленного народа, ограбленных жителей всей нашей республики. Вот о чем идет речь. Кто-то может добавить, пожалуйста? Да, я тоже добавлю по этому вопросу. Значит, ну, здесь у нас суд не государственный какой-то, да, или уголовный там все-таки и прочее, да, хотя здесь вопрос, и это его деятельность Лемжинова тянет и на уголовное, и на несколько уголовных дел. Ну, здесь у нас общественный народный суд. Это мы осуждаем его за его деятельность. Здесь выступили обвинители, которые детально все по каждым пунктам показали его деятельность. Нарушение его, значит, фальсификации всякие прочее, да, это все было доказано. Суд ЗАРГ вынес решение. Это общественное мнение, общественное вынесли вердикт. И мы здесь как раз, если кто читал этот вердикт, кто слушал внимательно, там мы как раз и рекомендуем уже дальше привлечь, именно обратить внимание вот эти государственные правоохранительные органы, чтобы привлекли Лемжинова к уголовному ответствию. Вот такая ситуация, понимаете? Поэтому мы выполняем функцию только общества, да. Защитники, пожалуйста, как вот Арслан Бомбайдж правильно сказал, в 43-м, когда Калмыкин, многие народы России выселялись, Советский Союз, извиняюсь, в 42-43-44-е годы, никакую защиту не предоставляли народу. Там действительно были, народы выселяли, убивали, уничтожали, как хрымских татар, я помню. Да, вывозили офицера и прям расстреливали их, без суда и следствия. А здесь одного человека, негодяя, который уничтожил республику, можно сказать, унизил народ, свой народ родной, и ему продаст. Да, действительно, мы тем не менее пошли, чтобы проглашали людей, чтобы они могли здесь присутствовать на суде, на ЗАРГ, и, пожалуйста, сделайте защиту. Никто не то что не появился, даже не ответил на эти вопросы. Я в продолжении хотел бы... Поэтому, я думаю, здесь делайте выводы сами, я думаю, да, я думаю, здесь мы считаем, поступили правильно. Я хотел бы продолжить вот эту мысль очень верную, что когда, значит, наш народ 13 лет и 13 дней пребывал в ссылке сибирской, и вернулся ты в 1957 году, то мы приехали на развалины, и Листа была в руинах. Вся республика была развалена, и наши предки, наши родители, наше старшее героическое поколение, выигравшее войну, вот они как раз восстановили нашу республику. И говоря о деятельности Кирсана Николаевича Лемжинова на посту, значит, главы республики, руководителя республики за 17 лет, в результате мы имеем то, что наши родители имели в 1957 году. Те же самые руины, то же самое полное уничтожение нашего народного хозяйства, экономики республики. Вся Калмыкия сейчас, любое Калмыцкое село, какое ни заедь, лежит не то, что на коленях, лежит вообще, наверное, на спине или на боку. Поэтому под руководством Лемжинова наша республика откатилась на много десятилетий назад. И то, что вот говорили о том, что сейчас вспомнили, период депортации, это не случайно, потому что тогда был нанесен колоссальный удар по нашему народу и по нашей республике. И сейчас мы понесли такие же потери, когда десятки тысяч людей вынуждены были покинуть нашу республику в поисках лучшей доли. Когда все, вся республика, вся экономика республики, все наши села, которые основа нашей аграрной республики, они тоже лежат в руинах и развалинах. Поэтому не случайно вот эти сравнения с депортацией. И виноват, большая вина, главная вина все-таки лежит на Лемжине Кирсана Николаевича. И именно поэтому за роги мы начали вот с этой личности. Вот то, что вопрос, почему сейчас? Хорошо. Хотел напомнить, что из 17 лет, 7 лет Кирсан Николаевич был главой республики незаконно, поскольку выборы 1995 года прошли альтернативно. Там было бюллетение, по-моему, там я не ходил, и бюллетение с его портретом. Единственный кандидат, который... Без альтернативно. Альтернативно. Председатель Конституционного суда Зорькин это отметил. Сказал, что эти выборы были незаконны. И нынешний Кирсан Николаевич сидит на этом посту незаконно. Он нелегитимный был президент, но тем не менее он здесь эти 7 лет отсидел. Да, ну а как безнакалость, видимо, поражает беззаконие. Вот когда все это вылилось в это избиение, да, в преступление, которое состоялось в сентябре 2004 года. Хорошо. Здесь, значит, еще один такой вопрос звучит. Почему не было на заседании ЗАРГ Бадмая Валерия Антоновича? Ну, что я могу здесь сказать? Как вы знаете, я еще раз можно под предысторию расскажу короткую. Что 29 мая на съезде Айрат Калмыцкого народа был избан Конгресс. 17 человек. И вот эти 17 человек, я в том числе был избан, значит, членом Конгресса, мы избрали Бадмая Валерия Антоновича председателем Конгресса. Ну, как известного нашего общественного деятеля, правозащитника. Действительно, его роль очень колоссальная в истории нашей политической жизни, нашей республики за последние десятилетия. Он стойкий боец и пользуется всеобщим уважением и авторитет его бесспорен. Но Валерий Бадмая в силу разных обстоятельств на полгода взял тайм-аут и вышел из политики, отошел, скажем, от общественной деятельности на это время. Поэтому он и не принял участие в заседании ЗАРГ. Но я должен подчеркнуть, что все материалы по подготовке ЗАРГ всегда ему передавались вовремя, как и другим некоторым членам, которые приостановили на время свою деятельность в Конгрессе. Не каждый из них знал и о дате проведения ЗАРГ и о тематике. Поэтому вопросы, я думаю, можно адресовать им, кто хочет конкретно знать, что и как было. Ну, вот я говорю о том, что как есть. Следующий вопрос. Вот такой вопрос. Вопрос, конечно, можно сказать, мелкий, но все равно он задан. И мы должны, у нас практика будет такая, что мы, Конгресс, никогда не будем уходить от любых ответов. И мы, более того, рады, что к нам обращаются с вопросами и готовы ответить на все вопросы. Мы будем, Конгресс всегда будет работать открыто и честно, отвечать на все вопросы. Вот такой вопрос. Почему была такая плохая дикса у председателя ЗАРГ? Неужели кто-то не мог озвучить другой вердикт ЗАРГ? Ну, здесь, наверное, надо понять, что люди озабочены были тем, чтобы вердикт ЗАРГ и вообще само заседание ЗАРГ, поскольку все сводилось именно к вердикту, прошло на должном уровне. Они прекрасно, видимо, понимают, как и мы, важность и необходимость проведения ЗАРГ. За это им спасибо большое. На что касается нашего председателя ЗАРГ, ветерана педагогического труда Дайдугинова Анатолия Ирнича, то я хотел бы ему выразить огромную благодарность. Мы прекрасно понимаем, что этот человек взял на себя великую ответственность перед своим народом, став председателем ЗАРГ. Мы же понимаем, что все стрелы будут лететь в первую очередь на него, в его сторону. Но, тем не менее, и он, это прекрасно осознавая, нашел себе мужество, нашел себе смелость и ответственность великую за эту миссию большую. И эту миссию он выполнил с честью и с достоинством. Если говорим конкретно о дикции, то, насколько мне известно, не все судьи, которые получают зарплату, они обладают великолепной дикцией. Дикция здесь не главная, мне кажется, я немножко столкнулся уже с судебной системой нашей республики. Был, значит, по поводу митингов, и как свидетель, и как заявитель по теме штыгашизма. Нет штыгашизма. Так я хочу сказать, что я глубоко разочарован нашими судьями, несмотря на их великолепную дикцию. И я думаю, что для судей главное все-таки не дикция, а главное совесть, профессионализм, здравый смысл и ответственность перед своим народом. Вот если это есть, это хороший судья. А если его нет, это уже другое. И вот Анатолий Ирнеевич Дайдугинов, он отвечает всем этим критериям, которые мы, члены Конгресса, хотели бы видеть. Да и думаю, все наше общество хотело бы видеть в лице председателя Заргоя. Так что я могу только его поблагодарить от имени всех нас и попросить, чтобы он и дальше остался председателем, остался на этом очень ответственном посту. Вот наста батки стоил, так что мы можем сказать, что мы можем сказать, что мы можем сказать. Мы можем сказать, что Анатолий Ирнеевич, что мы можем сказать. Что-то давай что-то? Ну, я немножко только. Хорошо. Анатолий Ирнеевич, он человек наш, самый такой, скажем так, старый, как Сахкалгих, вот так, Керхля. Человек очень опытный. Значит, то, что он, как бы, правозащитные действия, как бы, как нас любят называть во власти оппозиция, он давно находится в оппозиции этой власти. Это же Кирсан Николаевича, Орлова, всех прочих, да. Он действительно очень, по-моему, человек решительный, как вот Арслан Бумай сказал. Поэтому именно такому человеку мы и, как бы, доверили это, значит, именно руководителя ЗАРГа. И это не мог какой-то человек быть. Молодой, допустим, человек, да, на тот момент, который не мог, да, допустим, не знал всей ситуации, да. А Анатолий Ирнеевич, мы перед ним все это прошли. Прошло, это деятельность Элемежинова прошло, Орлова, все прочее. Поэтому мы именно такому человеку доверили вести. А дикция правильная сказала, понимаете, здесь не важно. Дикция не важна. Главное, правильно вынесенное решение. Вот это самое. Я бы хотел еще добавить, что про нашего председателя действительно очень важная его миссия и место в жизни нашего общества. Что Анатолий Ирнеевич Дайдугинов всю жизнь проработал в школе, был педагогом, учителем математики, был директором школы. И нес свет знаний людям. Он честно прожил свою жизнь, он был честным профессионалом. И это дает ему право быть председателем заражения. Кроме того, конечно, он аналитически мыслящий человек. Он человек со здравым разумом. И я просто рад, что именно такой человек, безупречный, скажем, репутации, возглавил заражения. По поводу обведения его в сталинизм. Жукова никак не мог быть сталинистым, поскольку Сталин его уже преследовал, гнобил там, понижал должность. Отправил куда-то там, одесским, то уральскому округу. Пытался посадить. Ну и в восприниманиях и размышлениях этого Георгия Константиновича, это не звучит, что он Сталин напротив. Там есть строка, где он говорит, что в 41-м году не хватало нам, говорят, Тухачинского, Блюхера и прочих военачальников, расстрелянных Сталином. Да, во время Сталинской репрессии. То есть, я так понял, что люди упрекали Дайдугинова, что он работал в школе имени Жукова, поэтому сталинист. Ну, это было слово утверждение, что он сталинист. Это вообще, я не знаю. Хорошо. Это как оскорбление. Да, я думаю, что это даже... Ну, чтобы люди знали, кто это. Отхонул Олег, говорят, здесь подсказывает, что он написал, упрекнул Дайдугинова, что он сталинист, только потому, что он работал, Дайдугинова работал в школе имени Жукова. Ну, это абсурд просто. Даже на это не хочется внимания обращать и время. Ну, глупости. Глупости абсолютно. Так, такой вопрос. Почему в вердикте не были указаны конкретные цифры? Вот, пожалуйста, может быть, вы... Ну, я считаю, что сам вердикт, он выносится именно решение суда. Решение зарогое. Что там, какого... Ну, вначале про амбула идет. За что, чего, как наказано. Ну, цифры, я считаю, здесь необязательны в вердикте. Почему? Потому что именно в обвинении прозвучались эти цифры. Все эти даты. Выступления. Выступления. Все его нарушения. Полностью обвинения в любом обвинении. Их у нас было очень достаточно. Каждый по своей тематике. Все обсудили, обвинили. И там везде прозвучали цифры. В вердикте этого необязательно. Поэтому я считаю, здесь... Я думаю, тоже вопросы неуместны здесь. Поэтому считаю, что главное вынесено решение. Какое решение, за что мы его наказываем. Все прочее. Поэтому... Хорошо. Да, я с этим тоже согласен. Цифры были же в уступлении. Свидетель. А Душа Рампич хорошо ответил на этот вопрос. Полно. Значит, цифры были. Если вы хотите узнать цифры, вы можете обратиться. Все эти... Все эта информация и есть у нас, записана. И, кроме того, будет и текстовый вариант. Поэтому можно с цифрами ознакомиться более подробно. Хотя, спасибо за этот вопрос. Это очень тоже правильный вопрос. Теперь еще вот такой вопрос. Когда Конгресс начнет заниматься более конкретными делами, или вы будете заниматься только ЗАРГ, заседанием ЗАРГ? Конечно же, Конгресс не будет заниматься только заседаниями ЗАРГ. Хотя заседание ЗАРГ – это одно из важных направлений. Но это, конечно, не главная работа у Конгресса. Конгресс, прежде всего, будет заниматься реализацией решений Съезда Айрата Калмыцкого Народа. Там очень много пунктов. И они касаются практически всех сфер жизнедеятельности нашего общества, нашего народа. И у нас есть конкретные планы, конкретные предложения. И с этим мы обязательно вас ознакомим, всех наших жителей республики. Мы будем работать открыто. Мы готовы к сотрудничеству со всеми. Мы не будем стоять в жесткой позиции власти, только заниматься, скажем, митинговщиной или, скажем, только критикой. Хотя это тоже будет в тех случаях, когда будет речь касаться наших национальных интересов, поступать на развитие экономики нашей республики. Здесь мы будем, конечно, стоять жестко на своих позициях, которые, значит, пресекают из решений Съезда. А в остальном мы, конечно, у нас будет очень много проектов и научных, и культурных, и, значит, социальных и так далее. Просто я сейчас об этом не хочу говорить, потому что наш эфир посвящен другому. Но вопрос очень правильный. Я очень рад, что наши, значит, жители интересуются делами Конгресса. Видимо, хотят более конкретных дел от Конгресса. Немного времени мы об этом всем доложим. Вы сами узнаете прекрасно все эти наши конкретные дела, наши планы. Пожалуйста. Кирик Хумбяногой. Пожалуйста. Все. И вот последний вопрос, который прозвучал тоже, который мы хотели бы озвучить. Там вопросов было очень много, конечно, но мы их как бы сгруппировали. И вот седьмой вопрос до Ладокси-Сурова. Какие темы будут поднимать ЗАРГ и Конгресс далее, да? Ну, в будущем. Как уже сказал Адуча Аранкович, конечно же, Конгресс будет постоянно действующий орган. Мы будем постоянно... Ну, мы это и члены ЗАРГ и члены Конгресса, потому что это мы в связке одной идем. Мы будем постоянно, значит, заниматься, рассматривать наиболее острые проблемы, которые задевают каждого жителя нашей республики и целого, весь народ. Вот как уже было сказано, конечно же, второе заседание ЗАРГ логически проистекает из первой темы, первого заседания ЗАРГ. Если первый раз мы разбирали, значит, деятельность Ильинжинова и вынесли свой вердикт, то во втором случае логично, что будет, значит, суд состоится ЗАРГ над результатами деятельности Орлова Алексея Маратовича. Этот человек тоже был руководителем достаточно долго, 10, по-моему, лет или 9 лет у нас в республике, и он так же, как и Ильинжинов, нанес, вернее, большой урон и ущерб и экономике республики, и моральной составляющей жизни нашего народа. И он, конечно, будет, я думаю, тоже привлечен к суду. Этот суд состоится у нас не так долго. Времени, в общем-то, у нас хотя и есть тоже. Вот я как раз таки обращаюсь к защитникам, которые, может быть, профессиональные защитники, или они там, может быть, по воле, там, по внутренним побуждениям, по воле души, сердца становятся на апологетами, скажем, вот этих горе-руководителей. Они могут прийти или задать, или написать нам раньше, высказать, значит, свои пожелания или предложения, свои выступления, записать заранее, прислать нам в Конгресс. Адреса уже имеются все в доступе, адреса и Конгресс, и ЗАРГ, и электронная почта. Вы, пожалуйста, можете прислать и в текстовом виде, и в видеообращении, аудио. Мы все это не оставим без внимания. Каждый человек, каждый житель нашей республики, независимо от того, какую он позицию занимает, для нас важен, и мы должны, конечно, реагировать на все вопросы. Поэтому тему, то, что сказала, значит, отучая Ранки, что ты гаша вот этот, негодяй, извиняюсь, можно так и скажу, осквернил я наш эфир. Но, скажу это слово, лжественный подлез, негодяй, я так его называл и в Хакасии, в здании парламента Верховного Совета Хакасии, находясь там, в этом логове его. Я это озвучил, эти слова, и сейчас я могу сказать, уже повторить, что мы его тоже без внимания не оставим, мы будем с ним разбираться. Наш ЗАРГ, я думаю, даст ему очень серьезную оценку всем этим. И это не останется, я думаю, без продолжения. Вот, что если говорим мы, значит, о ЗАРГ, я думаю, очень много. Вот, то же самое вот касается, жители, наверное, нашей республики более старшего возраста знают, что в конце 80-х годов у нас прогремела на всю страну очень такая негативная история, связанная с нашей республикой, нашим народом. Это заражение ВИЧ-инфекцией, СПИДом наших детей. Это была трагедия для многих семей, да и для всей нашей республики, нашего народа, потому что на весь Советский Союз вся эта пропаганда, вся эта огромная машина тогда очень прекрасно отлаженная. Она опять напомнила нам о нашей этнической принадлежности, как в декабре 43-го года. И, конечно же, мы не можем оставить без внимания вот этот вопрос острый, для нас очень болезненный. Тем более, что в этом году, кажется, в сентябре, что ли, в Волгограде началась съемка сериала «Нулевой пациент», где эта тема опять поднимается. Что там будет, как они подадут, пока неизвестно, но мы, как бы уже упреждая события, наверное, не в декабре, но, наверное, в январе, в самом начале следующего года, мы эту тему обязательно поднимем на заражение и выскажем свою позицию по этому вопросу. Ну и так далее, там очень много вопросов будет. Я думаю, что заражение у нас будет работать очень эффективно и продуктивно. Вот, коротко, если говорить. Вот, если что-то дополнить, пожалуйста. Немножко сюда. Ну, да. Я думаю, что заражение, конечно, он не на одну или два-три заседания было как бы избрано. Я думаю, заражение будет работать параллельно тем ситуациям, которые происходят в республике. Поэтому, я думаю, у нас тема очень много. Тоже, как вот, Арсам Бабай сказал. К сожалению. Орлов, да, к сожалению, да. Орлов, Штыгашево, да. Вопрос будем смотреть к ситуации, как повернется по поводу СПИДа, да. Того же, да. Потом у нас очень много вопросов в республике. Разве у нас мало вопросов, допустим, по тем же территориальным спорам, да, у нас вопросы возникают, да. Отъемы, да. Ковида, да, то же самое, да. Поэтому вопросов очень много. Поэтому мы будем все это изучать, глубоко изучать, будем все это вопросы поднимать. И если видим, что где-то какие-то, какая-то деятель или кто-то там замешан на этом деле, кто-то, какие-то нарушения, да, значит, мы будем ставить вопрос уже азарги, и будут азарги уже непосредственно принимать в этом часть. И уноситься будут решения. Я хотел бы добавить, что еще, что уважаемые наши сограждане, конечно, я вас очень благодарен за неровные души, за то, что вы управляете большой интерес к деятельности азарга, но я хотел бы сказать, это мое личное мнение, я думаю, разделяют, есть члены Конгресса это мнение, члены азарга, что азарга, он, конечно, инструмент, который будет защищать наши общественные интересы, общественные интересы и народа, и республики, но это не карающий меч, а это меч, который будет должен лечить наши болячки, вскрывать наши гнойники. Азарга будет работать не ради критики или там разбирательства какого-то критического, того или иного человека или, скажем, тех или иных событий, а прежде всего для того, чтобы мы шли правильным путем, чтобы мы понимали, где у нас хорошо, где плохо, куда нам надо стремиться, что надо не делать, чтобы нам не наступать на грабли еще и еще раз. Поэтому вот наступили серьезно на грабли в 1993 году, повторили это там в 2000 каком, когда он там избирался, Орлов? В 90 каком там году? В 50-м, да? И нам не надо наступать все время на одни и те же грабли, мы должны двигаться в нужном направлении. И именно Азарга нам будет показывать всем, и руководителям, и обществу, что такое хорошо и что такое плохо. Вот начнем с этого. А я думаю, это будет все равно на пользу всем. И властям, и народу, и обществу, и каждому человеку. И Азарга усилит, я думаю, работу правоохранительной системы нашей, вот эта судебная система. Это дополнит ту, это не оппозиция прямая, вот той системе, которая у нас есть. Это дополнение, серьезное дополнение к существующему положению. Если мы хотим строить гражданское общество, если мы хотим строить правовое демократическое государство, тогда вот такой инструмент, как Азарга, нам просто жизненно необходим. Вот то, что я хотел сказать. Волок? Я решил сказать. Ну все, всем благодарен.